О кровожадном красном волке Белой Финской Шапочке Мнение День в истории 7 декабря 13.4 О кровожадном красном волке Белой Финской Шапочке К 80-летию Зимней войны между СССР и Финляндией И 102-й годовщине ее независимости Юрий Пескулов Комментариев просмотров 2149 На фото Первый секретарь ЦК КПСС Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев И президент Финляндии Урхаке Конен Справа налево На охоте в Заведово 1963-й год Фото Василий Егоров ТАСС Социальные сети и поисковики В первую очередь Google До сих пор полны страшными рассказами О коварном нападении Советского Союза В ноябре 1939-й год На миролюбивого соседа Финляндию Объем этой информации затмил По своим масштабам предыдущий действительно важный юбилей Столетия обретения Финляндии своей независимости 1917 Напомню, что финны все-таки наши дальние родственники Финногорские племена и наши далекие предки Скорее дружили и заключали браки Чем воевали, места, как говорят историки Хватало для всех О родстве говорит и официальное название нашей страны по-фински Венуэ, что, по заключению крупнейшего специалиста подохристианской Русси Сербского профессора Баждара Митровича Является составной частью слова славяне Финны получили независимость конкретно из рук ВИИ Ленина 31 декабря 1917 года Когда в Петрограде главе финской делегации Свенху Вуду вручили письменное признание независимости Подписанное главой молодого российского государства В юбилейном 2017 год Известный журнал МИД РФ «Международная жизнь» попросил доктора экономических наук Ю Пескулова, а не историка или политика, написать статью «Финляндия – 100 лет независимости» Экономист согласился, наверное, потому, что вся его жизнь была связана так или иначе с этой страной, которую он уважал, уважает и сотрудничает с 1957 года На Украине началась охота на людей В Херсоне полиция устраивает облавы на мужчин призывного возраста, силой отправляя их воевать в Донбасс Автор Львнива относится к источникам информации, вышедшая в номер вопросительный знак четырех журнала 2017 граммов Статья основана, в первую очередь, на исторических фактах и работах крупнейших финских историков, которые ему пришлось просмотреть, в Т. Ч. На финском, общим объемом в шести тысяч страниц В статье логично уложились четыре периода истории современной Финляндии Истоки независимости, формально суверенная, но зависимая от Германии Известно, что Ленин и Сталин выступали за предоставление Финляндии автономии вплоть до права отделения от России В частности, Ленин на заседании ЦК РСДРП-Б в апреле 1917 год, а Сталин, тогда нарком по делам национальностей, на чрезвычайном съезде СДПФ в ноябре 1917 год В 1938 году, когда угроза Второй мировой войны вовсю витала в воздухе, представитель постпредства СССР в Финляндии Б. Ярцев в беседе с премьером А. Кайндером и министром В. Таннером заявил, что если Финляндия воспротивится замыслом Германии, то СССР предоставят ей любую возможную помощь Ответ был отрицательным Одновременно на Карельском перешейке возводилась линия Маннергейма, в строительстве которой было задействовано более 60 тысяч человек Осенью 1939 год На встречах со Сталином и Молотовым в Москве и К. Паасе Киеве Который сначала надеялся, что финское правительство пойдет на послабление в территориальном вопросе И. В. Таннер в соответствии с жесткими правительственными инструкциями отвергли предложение отодвинуть границу от Ленинграда Сталин заметил тогда, что советские требования являются минимальными и из-за них не стоило бы торговаться С. М. О. Юсила С. Хентеля Ю. Н. О. Киви и политическая история Финляндии 1809 вопросительный знак 1995 М. 1998 С. Т. Р. 187 При подготовке книги «Так мы делали восточную торговлю», вышедшую в Хельсинки на финском в 2009 году Отрицательных рецензий не было Автор этих строк взял интервью у сталинского наркома, председателя Госплана СССРН Байбакова и зам Председателя Совмина СССР и Архипова, которые, не сговариваясь, считали, что Сталин уважал суверенитет Финляндии Однако, строительство линии Маннергейма военного объекта, направленного против России, расценивал как недружественный акт со всеми вытекающими отсюда последствиями Зимняя война началась в ноябре 1939 год, спровоцированная событиями в деревне Майнила, советская часть Карельского перешейка, которую, согласно ноте Молотова 26 ноября, обстреляла финская артиллерия Хотя в ответной ноте финны разъяснили, что у них вблизи границ артиллерии нет 30 ноября Красная Армия начала наступление В главе Чудозимней войны авторы политической истории Финляндии отмечают, что, несмотря на многократно превосходящие силы Красной Армии, рассчитывающие сломать сопротивление финнов за пару недель, последние проявляли чудеса героизма и война вскоре приобрела позиционный характер В современной Финляндии этот героизм стал настоящим культом патриотизма, который повсеместно и торжественно отмечается, особенно 6 декабря в День независимости страны 13 марта 1940 года Был подписан мирный договор, по которому Финляндии пришлось уступить весь Карельский перешик СГ В Эборгам, западное и северное побережье Ладожского озера, ставшего в Отечественной войне дорогой жизни для блокадного Ленинграда, а также передать на 30 лет в аренду полуостров Ханка, возвращенный досрочно в 50-х годах В мае 1941 год, когда финнам стало ясно, что в июне Германия нападет на СССР, высшее руководство Финляндии сделало осознанный выбор присоединиться к военному походу Гитлера Указ Финн Авторы СТР 203 Немцы дважды просили головнокомандующего Маннергейма принять участие во взятии Ленинграда, но он категорически отказывал В течение всей войны продолжения финское правительство придерживалось удобного для него тезиса, что Финляндия не была союзником Германии, а лишь соратником в борьбе Тем не менее, в июле 1941 год Финские войска предприняли наступление из Северной Финляндии, остановившись после взятия ими в декабре Медвежьи и Горска Их общая потеря в войне и продолжении составили 66 тысяч убитыми, что значительно больше, чем в Зимней войне В июне 1944 год Советское руководство сообщило через Стокгольм, что готово сесть за стол переговоров и не требовать ни безоговорочной капитуляции, ни оккупации страны Соглашение о перемирии было подписано в сентябре 1944 год, а мирный договор 10 февраля 1947 года 6 апреля 1948 года В Москве был заключен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи Его условия были для Финляндии исключительно выгодными Настолько, что Урха Кеаконин, тогда министр иностранных дел, в присутствии Сталина в шутку назвал результаты переговоров диктатом по Аси Киеве Ю. Стоны страны Сергей Шергунов об одной ужасной яме у барнаульского детсада Через 30 лет Кеаконин скажет, мы, финны, убеждены, что на базе договора удалось построить систему взаимоотношений между Финляндией и СССР Не только необходимую для обеих сторон, но и наилучшую из возможных Ее материальной основой, выгодной для обеих сторон, стала так называемая восточная торговля Широкое торгово-экономическое сотрудничество, ставшее примером отношений в Восток-Запад и достигнувшие своего расцвета в 70-ти вопросительный знак 80-ти ГГ Тогда удельный вес Советского Союза доходил до 20% всей внешней торговли Финляндии Из них 85-ть вопросительный знак 90% РСФСР За ее счет формировалось 12-ть вопросительный знак 15% финского ВВП Эти годы вошли в историю как золотой век восточной торговли, обеспечивший Финляндии не только благосостояние, но возможность стать технологически высокоразвитой страной Благодаря, в первую очередь, советским заказам на суда, оборудование, продукцию электроники, Нокио, например, и т.д. Внеся одновременно ощутимый вклад в модернизацию советской промышленности и транспорта Финляндия стала одной из наиболее конкурентно способных стран в указанных отраслях Сегодня этот период истории не популярен в Финляндии Хотя давно достигнут консенсус, что именно Ке Конен для независимости, всестороннего развития и высокого международного авторитета в Финляндии сделал больше, чем любой другой ее руководитель в послевоенный период Сегодня, когда напряжение между Западом и Россией зашкаливают, очень нужны такие политики мирового уровня, как Урха Ке Конен, и такие его инициативы, как Общевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, Хельсинки, 1975 год Заключительный акт которого на многие годы указал ориентиры для нормальных межгосударственных отношений Продолжение следует...